Изменения в одну стрелку уже десятки нарушителей. На улице Соборной внесли изменения в дорожные знаки. Если раньше со стороны бывшего детского мира парковаться нельзя было до остановки, то теперь действия знака продлили до площади Ленина. Сейчас здесь нельзя даже временно останавливаться. Абсолютно нереально. Во-первых, вы видите, что и здесь парковка вся занята, и приходится вокруг постоянно ездить в надежде, что где-то что-то может освободиться и тратить свое рабочее время на то, чтобы найти парковку. Кроме того, мы уже неоднократно сказали, что по этой линии очень много магазинов. Я вообще не представляю, как должны люди в них заходить, если даже уже остановка запрещена. Новшество действует уже около недели, но незначительные изменения в дорожных знаках люди попросту не замечают. Ведь на всей прямой установлен только один знак «Остановка запрещена», на который бывалые водители привыкли не обращать внимания. А вот дополнительный, который бы располагался около поворота на улицу Кольцова, не установлен. Клиенты стали меньше, естественно, из-за этого мы платим тут аренды, и из-за этого падает наш экономический образ жизни. И люди от нас уходят, потому что центр города просто стал невыносим для того, чтобы здесь нормально работать. Таким образом, заповедным стал весь участок от площади Соборной до Первомайского проспекта, причем в обе стороны. На площади Ленина парковка или платная, или запрещена даже остановка. На Мюнстерской работает эвакуатор. На улице Краснорядской парковку закрыли на ремонт торговых рядов. Весь центр занят платными парковками. Здесь вот делаешь два-три круга по дворам, ездишь туда, все занято, и в итоге уезжаешь вообще из центра. Это что за условия для работы? Альтернативы отсутствуют. Если раньше вот здесь вот по Горького, потом возле ресторана Арман, там по Кольцову можно было парковаться, сейчас ничего нет. Ни одного парковочного свободного места, все занято, город стоит. Парковаться остается только во дворах и небольших закоулках, которые и так уже переполнены. Сюда стекаются сотни машин. Это единственная бесплатная возможность оставить свой автомобиль. Правда, сначала нужно потратить десятки минут на поиск места. А ведь в этом районе много ветких строений, реставрировать которые вряд ли кто-то будет, потому что они буквально разваливаются на глазах. Люди были бы рады, если бы эту площадь отдали под организованное парковочное пространство. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова